Добрый день! С вами Дашкиев Михаил, Павел Тройников, руководитель компании по продаже радиоуправляемых моделей. И, как всегда, по вторникам на 99,6 программа в доле с Тутой Ларсен на Финам.ФМ. Сегодня у нас в гостях, как я уже сказал, Павел, и как я уже сказал, я, Михаил Дашкиев. Паш, что у тебя за бизнес? Расскажи, пожалуйста. В заголовке написано 600 тысяч рублей чистыми на радиоуправляемых моделях. Да, привет, Миш. Бизнес мой заключается в том, что мы продаем радиоуправляемые модели. Модели самые разные. Это автомобили, вертолеты, самолеты, катера, роботы, которые управляются, соответственно, с пульта. Продажи как оптовой, так и розницы. Работаем по всей России. Это чтобы можно было погонять на них. Вот мне вчера подарили такой самолет огромный. Я расскажу уважаемым нашим слушателям. Мы сидели только что в комнате. Я поделился радостью, что мне подарили огромный самолет. Я был крайне удивлен. Это приятно. Я спрашивал, как его взлетать и как его сажать. Но Паша меня обрадовал. Сказал, что, в принципе, такой самолет в руках новичка живет 5 минут. И поэтому выброшенные кем-то или потраченные 1050, наверное, или сколько он там стоит, модель, проживут 5 минут. Но это стоит того. Но это стоит того. Сколько сейчас зарабатывает бизнес? Какие объемы? Сколько сотрудников? Чистая прибыль бизнес приносит порядка 600 тысяч рублей в месяц. То есть за последний месяц обороты составили около 4 миллионов рублей сотрудников. Так, сейчас 6 человек у нас. То есть менеджеры, которые занимаются непосредственными продажами. Соответственно, отдел логистики, который эти продажи доставляет до клиента. А вы почтой работаете? Мы работаем как почтой, так и другими транспортными компаниями, которые там иногда доставляют побыстрее и так далее. У них есть преимущества определенные. Работаем по всей России, как я сказал уже. Ну, ясно. А сколько лет такому чуду? Сколько уже десятков лет этому бизнесу? Бизнес живет полтора года. Полтора года? То есть это очень молодой бизнес. Слушай, ну здорово. За полтора года удалось достичь оборота 4 миллиона. Да. Правильно? И прибыли 600 тысяч рублей. А если говорить про вот эти вот сами штуки, что это за штуки такие? Что там радиоуправляется? Вот самые необычные, от и до. Вот, ну у нас есть до, наверное, самое интересное. Это большие машины метровые, они работают на бензине. Метровые? Да, это металлические машины, примерно такие же, на чем мы с вами ездим. Там разгоняются порядка 100-120 км в час. У нас есть машина, которая до 170 км в час, она участвует в профессиональных кольцевых автогонках. То есть достаточно серьезные модели, как для новичков, так и для профессионалов. То есть, я так понимаю, покупают не только дети? Конечно, конечно. Да, ну там примерно 50 на 50. То есть покупают как и родители своим детям, так и профессионалам. Родители своим родителям. Ну, понятно. Ну да, так и получается в основном. Я, кстати, хочу сказать, пользуюсь случаем, раз уж у нас такой интересный кейс здесь. Я скажу, что Павел Тройников однозначно является кандидатом на предстоящий конкурс, который мы проводим совместно с Финам.фм. Мы, я имею в виду, это бизнес-молодость, Финам.фм. Все участники программы в доле автоматически становятся кандидатами в финалисты или как в призеры этого конкурса, который будет в сентябре. Это будет целая премия. И вы сможете выбрать лучшего человека, лучший бизнес, лучший кейс, лучшую историю успеха. Что будет в призах, вы увидите чуть позже. Какие условия будут конкурса, узнаем тоже чуть позже. Но прошу слушать внимательно. Если вам приглянется сегодня Павел, то возьмите его на заметку, чтобы проголосовать за него. Итак, Паш, скажи, пожалуйста, а сколько вот тебе лет? Откуда ты родом? Отмотаем время чуть-чуть назад. Вот когда все это началось? Мне 25 лет. Я из города Ижевска. Ижевск. Ижевск большой город? Ижевск достаточно большой город, почти миллионник. Почти миллионник. И как давно ты оказался здесь? Здесь, в Москве. В смысле, в Москве, да? Да, я учился здесь, в строительном университете, то есть по образованию я строитель, инженер. Ты закончил университет? Да, конечно. Ясно. На тройке или как? Нет, у меня диплом с отличием. Диплом с отличием? Да. Ты отличник? Да, да, я со школы. Даже обидно. Ну ладно. Немножко, да. Я просто не отличник. Ну хорошо. Ты из Ижевска. Вот почему бизнес? Что в тебе было такого особенного? Почему? Может, у тебя родители были бизнесмены? Или может, на тебя яблоко упало в свое время? Ты почувствовал свое призвание? Почему? Знаешь, я давно к этому шел. Шел сначала, запасаясь информацией, читая литературу соответствующую, там, про построение, создание бизнесов, вот, таких из Ижевскафов, как Роберт Киосаки и других. А зачем? Что тебе не читалось про другую комиксы какие-нибудь? Я просто грезил деям бизнес, построение там своих фабрик, заводов, пароходов. То есть это все было с детства. Привет, друзья, да, привет, прошу прощения. Я специально, я специально, чтобы все слушатели поняли, в чем разница между правильным тайм-менеджментом и эффективным началом бизнеса и разгильдяйством. Я тут и Ларсон, программа «Вдоль», и как всегда в это время мы с бизнес-молодостью, Миша. Спасибо, что ты попробовал себя в роли телеведущего, радиоведущего. Понимаешь, какой тяжкий труд, да? Я аж вспотел. Снимай пиджак. Привет. Мне вот, ты говоришь, я всегда грезил идеями бизнеса, там, не знаю, построение собственного дела, зарабатывание денег. Как это? Прямо, ну, действительно, с детства что? Это был пример родителей? Или ты какую-то удачную книжку нечаянно прочел в детстве там про Тома Сойера? Ну, да, было очень много литературы, которую я прочел в детстве. Например, расскажи, я хочу своему сыну тоже что-нибудь такое подсунуть. Например, Роберт Киасаки «Богатый папа, бедный папа». Это книжка для ребенка? Это книга для всех. Ну, подожди, ты прочел ведь эту книгу не в 8 лет? Ну, около 10-12 лет. А где ты взял эту книжку в 10 лет? Где-то, как-то мне попалась подруга. Мне, кстати, тоже она попалась в таком драненьком, таком мягком переплете где-то. Я не помню, вот каким образом она оказалась у меня, но мне вот ее посоветовало. Там даже страницы выпадали оттуда. То есть, ну, я читал ее, и мне тоже понравилось. А чем родители занимаются твои? Папа инженер, мама музыкант. Вообще ничего не предвещало. Пример бизнеса не было. Ничего не предвещало. Но, как я понимаю, перед встречей с Петей и Мишей ты, в общем, там уже достаточно изрядно потрудился сам. Ну, на самом деле нет. Бизнесом я начал заниматься, ну, реально, и, так сказать, прикладные какие-то шаги были только на бизнес-молодости. Нет, а вот до бизнес-молодости, скажи, пожалуйста, ты все-таки пытался чем-то как-то заниматься? То есть, все равно же ты не просто был, ну, учился, был отличником, ел булочки, и тут пришел на бизнес-молодость и сделал бизнес. То есть, ну, у тебя же попытки, наверное, были какие-то до нас? Ну, серьезных попыток не было. Ну, есть такой факт из детства, там что-то очень далеко. Свой первый мобильный телефон я купил на продажу. Я просто собирал ягоды в лесу, продавал их и так заработал. Ягоды в лесу? Да, первый мобильный телефон. Такой тяжкий труд. И с кусом комарами, и схлестом крапивой, вынул клеща из-за уха. Какой, наверное, кайф был купить первый мобильный телефон себе самому, потому что тогда же мобильники, это не как сейчас, когда мы ходим по ним практически на улице. И дарим их детям на Новый год каждый раз. Тогда это, я помню, я папин в школу носил, он был такой огромный, на пояс помещался. Для красоты носил? Оттопыривал мне кофту. Мне помогал отец, спасибо ему, конечно, отдельно за это. Но это вот такой был факт. Паш, вот интересный какой-то, мне кажется, Паша является собой случай, он очень долго аккумулировал знания, энергии и прочее, перфекционист. Отличник. А такие люди вообще, если им не попадаются правильные наставники, могут самостоятельно переключить свои теоретические знания в практические? Что вот толчком должно послужить? Да могут. Не, я просто знаю кучу людей, которые... Мне хочется сказать, что отличники на самом деле ничего не добиваются. Потом я просто понимаю, что если я это скажу, я скажу из зависти, потому что... Ты троечник. Мне самому отличникам стать не удалось, да. И вот мы черним отличников. Да нет, добиваются, конечно. Это же известная статистика, что люди, которые в школе были отличниками, ботаниками, перфекционистами и золотомедалистами, по большей части, выпустившись в жизнь, уже выше не поднимаются. А все большие дела делают троечники. Ну, я не знаю, может быть, эта теория на самом деле не очень применима на практике, но вот смотри... Эта теория, наверное, разработана троечниками. Тоже талантливая, между прочим. Мне частенько встречались люди, которые очень много знают, очень обладают таким вот, как сказать, пассивным потенциалом и никогда не включают актив, да. То есть они никогда не начинают это реализовать в жизни, потому что им страшно или там, я не знаю, какие-то другие причины. Или потому что они думают, что у них недостаточно, как это, недостаточно минералов, недостаточно знаний, недостаточно знают они, чтобы полностью сделать что-то правильно. Ну, а вот что тогда случилось с тобой, Паш, что все-таки вот это вот количество знаний тебя стало уже тяготить, и тебе захотелось все-таки что-то сделать, преодолеть свой там страх перед началом бизнеса, если он был вообще? Ну, все-таки это уже, ну, перестать надо было тянуть и сделать что-то, какие-то первые шаги. Просто взять и сделать. Ну, как это было? Ты идешь по улице, взял и сделал. А вот как это было, мы расскажем вам после новостей на Финами. Программа «Вдоль» с Тутой Ларсен. Сегодня мы общаемся с бизнес-молодостью. Оставайтесь с нами. Сегодня, как обычно, по вторникам в программе «Вдоль» я, Тутой Ларсен, рассказываю вам о стартапах и новых бизнесах, которые начинают, ну, обычные поначалу ничем не выдающиеся люди, которые оказываются уникальными, поскольку мы верим в то, что каждый человек по-своему уникален, и это может каждый, если сильно захотеть. С нами сооснователь сообщества «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев и руководитель компании по продаже радиоуправляемых моделей Павел Тройников. 651099,6, московский телефон, сайт finam.fm, страничка программы «Вдоль». Заходите, смело задавайте вопросы, звоните, делитесь впечатлениями. Так вот, насчет шагов. До бизнес-молодости были ли какие-то все-таки другие попытки? Серьезных попыток не было. Ну, есть же огромное количество всяких там предпринимательских каких-то курсов, я не знаю, там, съездов, инкубаторов. Да, было обучение в бизнес-инкубаторе, но до конкретных шагов, которые меня привели бы к деньгам, там не дошло дело. Ну, а чем-то там занимались? Да, мы разрабатывали, как-то продвигали проект, там, связанный с парковками в городе Москве, вот, дошло дело до регистрации юридического лица. Дошло? Дошло, да, мы зарегистрировались, вот, и, по сути, на этом наши попытки продвинуть проект закончились. А почему? Потому что не ваша была тема парковки, или просто это нереально в Москве, этот бизнес для, там, не знаю, молодого предпринимателя? Этот бизнес абсолютно реальный, просто нужны, так сказать, ну, бизнес-мышцы, как вот на БМе. О, бизнес-мышцы. Что это? Михаил, пожалуйста, расшифруйте. Бизнес-мышцы. Что такое? На самом деле, показательный-то случай Павла, потому что, потому что что? Вот они студенты третьего, четвертого курса, вот они мечтают о фабриках и заводах, о пароходах, но сами не продали практически ничего, кроме ягод, да, тогда. И вот они думают, сделаю-ка я проект, который перевернёт всю Москву, сделаю-ка я табло какие-нибудь на парковках. Идея-то благородная и хорошая идея, но денег у них нет. И они думают, так, нужно написать, а ещё там говорят, сделайте бизнес-план. Они пишут бизнес-план, титульные листы, оформляют список источников, все заняты, все предели, всё нормально. Потом говорят, вот выступайте на конкурсе, они выступают на конкурсе, побеждают где-то, потом на втором конкурсе, потом езжайте куда-нибудь на Селигер, ещё куда-нибудь езжайте. И всё это замечательно, это всё хорошо, и все их хвалят, и говорят, вы идёте к успеху, друзья, идёте. А на самом деле-то это с деньгами, в общем, ничего не имеет. А потом начинается беготня за инвесторами, потому что дайте нам денег, вот у нас такой гениальный проект, и инвесторы что-то кивают головой или качают головой. А с деньгами-то, с зарабатыванием денег ничего вообще не имеет, потому что вместо того, чтобы прототип этой парковки, да, или этого оборудования, или этого сервиса уже кому-то хоть как-то продать, и получить предоплату, и понять вообще реакцию, понять, как это всё бывает, сколько времени уходит, сколько денег можно заработать, мы идём вот таким вот околоточным путём. Это и есть, то есть здесь прокачиваются иллюзии, но не бизнес-мышцы, а бизнес-мышцы — это когда вы хоть на чём-то 1200 сделали. Почувствовали первый вкус, да, дела. Да, и вы уже заплатили зарплату кому-то, вы закупку первую сделали или две закупки, вы отправили уже товар, у вас что-то на почте зависло, вы зарегистрировали свой ИП там, и, в общем, и налогов заплатили. И на самом деле эти 200 тысяч, сделанные неважно практически на чём, ну, лишь бы только легально и хорошо, они прокачивают бизнесмена намного больше, чем все выступления на конкурсах вместе взятые. И поэтому Паша в этом смысле качок, ну, нереальный такой, накачанный, потому что 600 тысяч чистыми даже на радиоуправляемых моделях, почему даже, это интереснейшая ниша, на самом деле приближает вероятность его свершений в области инноваций, в области фантастических открытий намного больше, чем студент вуза, который говорит о миллиардах. Да, Паш, а модели вы сами как-то уже производите или пока ещё закупаете? Нет, мы закупаем модели. Но есть перспективы, есть желание. Есть желание, да, огромное желание заниматься производством, да, это очень зажигает. Интересно. Ну, мне кажется, вот поподробнее о мечтах чуть попозже, а всё-таки мне интересно, как начался тогда бизнес. Да, почему именно эта ниша? Какие были первые шаги? Первые шаги были очень интересные. Вот, ну, сначала это было обучение на интенсиве в бизнес-молодости, а, соответственно, мы там с друзьями несколькими, мы все рабочие люди, мы ещё работали тогда по найму, прошли интенсив. А кем ты работал? Я работал инженером-проектировщиком в проектной организации. Я строитель, инженер-проектировщик, строитель. Ого. Так, и что? Соответственно, мы просто все, там, троём друзьями взяли отгулы, закрылись в квартире и начали просто генерить идеи, идеи, идеи. Ну, и если мы зацеплялись за какие-то идеи, мы начинали их как-то прорабатывать, углубляться в них. Ну, это были... А вы с друзьями пошли? Да, да. Тогда ещё это были пять ниш, условия были более лояльны. Ну, стандартный щебень-песок, мандарины, это был канун Нового года. Фасоль была? Фасоль не было. Тогда ещё она была не в тренде. Вот, были попугаи большие, африканские. Попугаи. Вау. Вот это было бы круто. Откуда такая ниша возникла? А кто у вас этот орнитолог в компании? Так, у нас там одна из друзей девочка, она любит попугаев. Ну, на самом деле, средний человек там достаточно хороший. Ага, так. И что? И вот вы написали пять ниш. Слушай, каждый раз меня это просто поражает, как люди приходят к своей нише, к своему вот именно делу через каких-то попугаев, вообще через трубозапорную ароматуру к звёздам. Это удивительно. Ну так и что? Да. Кто предложил радиоуправляемую модель? Я уже точно не помню, к кому пришла из партнёров наша будущая идея радиоуправляемой модели. Ну, просто мы разместили рекламу, создали в Яндексе визитку и пошли просто, там, первые звонки. Ну, пошли заказы, и мы уже решили в эту нишу углубиться, потому что... А на попугаев не звонили? Ну, там почти сделка одна выгорела, ну, так и да. То есть из 09-го, да, первые так и... Не ругайся, не ругайся. Это означает, что из того человека, который хотел заплатить деньги, не дошло до того, который в итоге заплатил. Ну, перевожу на русский. Скажи, пожалуйста, а вот это тоже какой-то, да, перфекционистский такой элемент, что не просто там человек вот ездил в метро, ходил на работу, сидел на горшке, думал, 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 а нет. Он всё отодвинул, не пил, не ел, закрылся, да, и брейнсторминг несколько дней осуществлял. Это в этом смысле Паша тоже уникум? Ну, я таких ещё историй не слышал, хотя истории слышал разные. В душу идеи приходили, на самом деле, и везде. В данном случае ребята решили выполнить задание. Ну, сказали выполнить, значит выполнить. Так, и что? Вот вы решили сконцентрироваться на радиоуправляемых моделях. А какие, да, это машинки, самолётики, что это вообще? Абсолютно всё. Вертолёты, самолёты, машинки, роботы, железная дорога, суда, катера, всё, что можно управлять с пульта. Метровые машины заправляемые бензином. Дальше создали простенький сайт, на который мы сделали рекламу. Сколько денег у вас на это ушло? Порядка пяти тысяч. Пяти тысяч? Рублей. Рублей, конечно. Да это ж вообще один обед в ресторане. Шучу, шучу, вы что, я не хожу в такие дорогие рестораны. Пошли заказы, начали выполнять их. А помните свою первую продажу? Да, очень хорошо помню первую продажу. Я сам привозил вертолёт к клиенту, и она запомнилась тем, что у него на следующий день он сломался. Это было, конечно, несколько обидно. Потом это всё мы... А вертолёты откуда? Они китайские? Откуда вы возите? Разные производители, в том числе китайские, да. То есть, ну подожди, ну просто я пытаюсь понять, да, если я предлагаю услугу, то я, ну, немножко понимаю, да, там мне надо вот такого специалиста, такого всякого. Я решила продавать радиоуправляемые модели. А где их брать-то, чтобы продавать сначала? Ну да. У вас же не было подвала... Канала. Радиоуправляемыми моделями. Ну, на московском рынке существует достаточно много поставщиков, которые занимаются именно логистикой из Китая. То есть, с ними очень... Оптом, да? Оптом, да. Ну, с ними не так трудно наводить отношения. То есть, позвонили и говорили, нам нужны вертолёты, там, катера, да, радиоуправляемые. Да. Решим вопрос. Они говорят, решим вопрос. Решили вопрос. Ну, я так понимаю, это интернет-магазин. Да. То есть, вы не собираетесь, там, я не знаю, открывать какие-то площадки реальные, там, офис снимать, снимать магазины. Офис у вас есть? Офис у нас есть, да. Офис-склад вы уже есть. Офис-склад, да. Да. Тут мы мыслим одинаково с тобой, потому что, когда ребята проходили у меня индивидуальное обучение, там, на миллионе за сто, я им ровно сказал то же самое. То есть, смотря на их модель, у них сейчас достаточно неплохой поток клиентов на сайте. Сколько у вас, кстати, сейчас? Порядка трёх тысяч. Трёх тысяч проситителей в день. То есть, уже они вот раскачали так эту историю неплохо. Сколько у вас заказов в день? До 10-15. 10-15. В среднем чек... Маловато будет. Ну, сколько стоит в среднем? В среднем чек 10 тысяч рублей. 10 тысяч. Ну, то есть, ну, вот такой вот бизнес. 10-15 доставок в день, то есть, ну, неплохо. Я им говорю, и я им говорю, открывайтесь в розничных, ну, открывайте розничные точки, открывайте островную торговлю в торговых центрах. А зачем, если и так всё хорошо? Ну, во-первых, не так всё хорошо, ему стыдно называть собственный результат. Я так думаю. В смысле 600 тысяч? Ну, а чего это не так много? Так. Вот. Во-вторых, говорю, открывайте розничную торговлю. Ведь если нам удастся открыть один прибыльный магазин, один, то мы откроем совершенно новую модель, ну, для распространения. И тогда вопрос миллиона долларов будет вопрос количества магазинов. Ну, так. У нас просто такие кейсы уже есть. Но ведь это же совсем уже, получается, другая модель. То есть здесь всё-таки тебе всё понятно, ты держишь руку на пульсе, ты, в принципе, контролируешь весь процесс. Если у тебя такая разветвлённая сеть розничная начинается, то тебе надо, опять же, как мы любим, делегировать полномочия. Паш, ты готов на такие серьёзные шаги? Да, мы в планах у нас есть открытие розничных точек. Более того, мы уже рассматриваем конкретное предложение по покупке. Сейчас идёт сравнение показателей. Вот. Есть ещё идея такая, создать такие выездные бригады, которые будут показывать нашу продукцию на выставках, различных там открытых мероприятиях, парках. Понимаешь просто тут-то, если стоит, можно много говорить о радиоуправляемых моделях, но стоит мужику лет сорока взять и полетать или поездить на айпаде, на танчике, он не может его не купить. Ну, нереально. Ну, то есть нужно просто ходить по городу и запускать их в скоплениях бизнесменов. Конечно. В местах скопления людей. Поэтому, ну, реально критический фактор — это создать модель продаж, при которой человек будет пробовать. Ну, поэтому я говорю. В интернете фиг попробовать. Островная розница. Ну, вот так говорю. Ну, с другой стороны, наверное, чтобы людям, в принципе, пришло в голову радиоуправляемую модель купить, ну, у них должно быть для этого какой-то событие, и что-то должно сподвигнуть там, не знаю. Ну, ты купил ребёнку на день рождения самолёт, потом купил себе больший самолёт, который заправляется бензином. Дальше хочется чего-то совсем новенького, чего-то такого, чего ещё не видели. Радиоуправляемый космический корабль. Ну, что-то типа того, да. Ну, как правило, у нас, если покупается на какие-то праздники ребёнку, то родители себе, прежде всего, присматривают модель, а потом уже думают о детях. Я... А почему? Мне кажется, что у вас такой интересный бизнес, который действительно можно развивать, в который можно, там, вложить определённое количество интеллектуальных каких-то усилий, и придумать какие-то новые вещи, как было с непротивопожарными фонариками воздушными. Продолжим в доле после новостей. С нами герои бизнес-молодости. В студии сооснователь проекта Михаил Дашкиев, Павел Тронников, руководитель компании по продаже радиоуправляемых моделей, выпускник. Он и герой, собственно. И герой, да. 65 10 99 6, московский телефон, финам.фм, наш сайт. Заходите на страничку программы в доле. Так вот, я про фабрику мысли, собственно. Есть ли идеи, не знаю, разработать какую-то уникальную модель, привлечь, вложить деньги в ботаников из каких-нибудь классных вузов, каких-нибудь конструкторов? Да, фабрика мысли — это такой наш следующий этап, когда людей, которые уже научились продавать, мы всё толкаем на мысль изобрести что-нибудь, произвести что-нибудь. Своё. И что-нибудь уникальное. Ну, я так понимаю, вопрос был об этом. То есть, есть ли такие амбиции? Амбиции есть, определённо такие. Ну, может быть, это не радиоуправляемая модель, а что-то может быть около целевое. Но определённо, да. Это очень интересно, кажется. Можно создать, да, в этой области что-то ещё уникальное? Нет, в этой области всё уже придумано. Всё уже. А что ты, почему ты сейчас надо мной потруниваешь? Ведь любой человек, который приступает к какому-то бизнесу, и даже он у него может быть успешный, он думает, ну, дальше куда мне двигаться дальше? Всё уже изобретено. Велосипеды я не изобрету. Новую радиоуправляемую модель не изобрету. Где идти? Изобретёт. Новую радиоуправляемую модель, новый двигатель радиоуправляемой модели, новое топливо для радиоуправляемой модели, новый пульт для радиоуправляемой модели, новый аккумулятор для радиоуправляемой модели, новые какие-то фигурки там. что угодно нового цыпленка радиоуправляемого или козленка что угодно может быть изобретено все может быть вот как вот эта уверенность том что нет невозможного человек получает когда он смотрит что в каждой нише абсолютно сейчас возникают раз за разом инновации это лишь задача которую серьезно не ставили вот такая уверенности появляется на самом деле для минут мне чтобы получить такую уверенность мы потребовались на полтора года наблюдений за учеными за всякими нашими алексеем в вашем проекте фабрика мыслей да да ну то есть мне было достаточно сложно самому в это поверить я думал что чтобы что-то изобрести это нужны миллиарды и так далее паша а вот все таки мне интересно чуть-чуть вернемся к бизнесу скажи какие самые главные твои были открытия какие самые главные выводы самые главные действия самые главные инсайты этапы я не знаю ну наверное главный инсайт нужно делать проспробовать это понятно есть посыл есть желание есть но цель кает на просветить делать это какой-то магический заговор у нас часто спрашивают но мы выводим на сцену или там берем интервью у наших участников им говорят ну что ты понял вот самое главное это главное делать что делать-то во-первых почему ты этого не понимал до того как пришел а меня больше всего поразило кстати когда я снимала про вас репортаж на интенсиве что каждый человек которого я спрашивала зачем ты сюда пришел грыл потому что мне нужен пинок мне нужен пинок под зад чтобы мне придали ускорение и я почему люди не могут сами себе его придать ускорение это тоже загадка волшебный пендель волшебный пендель случился в чем он заключался что что где это была точка вот там я не знаю озарение ну во первых много там полжизни прошло уже в ничего не делание это раз во вторых вокруг очень много примеров успешных таких же молодых как я предприниматели которые зарабатывают гораздо больше чем я это тоже очень повлияло то есть но уже даже догонять как ты их вот ну это главное зависть да но вот ты говоришь я понял что нужно делать ну можно же много чуть делать и многие люди делают можно пойти яму копать да да можно бегать от стены к стене и кричать там я могу я могу я могу визуализировать каждый день да кожаные руль повесить себе виллу на этот на холодильник доску успеха себе сделать туалете но ты же этого всего не делал что ты делал мы создали сайт на запустили рекламу что так все просто да да черт но подожди ты говоришь мы ты был в этой во всей истории не один ты говорил что сначала было три человека вас со ратников в этом деле сейчас как я понимаю осталось два друзей было заперто в квартире тогда трое 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 ну там девочка была даже да девочка отвалилась как я понимаю но она у нее свой бизнес то есть успешный бизнес да действительно мы начиная втроем нас было три партнера вот дальше мы остались только вдвоем то есть два партнера вот и сейчас девочка все-таки попугаями занялась а у нее тоже интернет-магазин продажи бижутерии у нее сумки аксессуары девчачьи всякие штучки о партнерстве хотелось нам поговорить это партнерство почему вдруг тебе идея пришла вот у нас много было героев-одиночек которые ну смысле не то что их никто не любит это то что они в одиночку делают бизнес без партнеров а ты почему с партнерами ну во первых это проще всегда начинай с кем-то то есть ну как говорится одна глава хорошо вот и когда какие-то определенные жизненные моменты бывают когда у тебя когда ее спад когда там все плохо кажется то другой тебя поддержит то есть у нас такой эффективный симбиоз получился по деятельности а не было ощущения что типа двое значит два раза меньше денег надо же делиться меньше народу больше кислорода да нет не было это все ну как когда денег нет такие как бы невольно такая мысль приходит когда ноль разделить на два да получается ну да вот когда какие-то успехи уже появляются то понимаю что ну как вот два там один плюс один равно там одиннадцать успешное партнерство послушай ну а как же поговорка дружба дружба и деньги врозь у тебя получается с человеком сохранять при этом какие-то еще дружеские отношения да получается а бывает что ругаетесь или бьете друг сколько примеров когда долгая дружба развалилась после того как люди стали делать вместе бизнес очень много примеров как вам удается вот сохранять какой-то баланс между деловыми отношениями и дружескими ну как-то сохраняется так естественным образом то есть вы просто вы такие наверное вот ничего из него не вытащишь клещами я читала твой кейс когда на сайте молодость .бз ты был единственный человек из всех наших героев который о себе лично не рассказал вообще ничего строго какие-то сухие факты о том какие были сделаны шаги вот это изучала вот здесь в инкубаторе посидел вот бизнес молодость пришел интенсив коучинг миллион за сто вип коучинг такие вот такие люди инженеры отличники ну такие вот уж они ну да закрыты ну а что все таки вот в твоей жизни поменял поменял тот факт что у тебя есть собственный бизнес вот ты работал в компании да там что-то чертил да было дело вот рассчитывал чертил думал только о своем вот этом о своих расчетах да тебе не надо было думать о налогах о каких-нибудь там доставках о партнерстве о чем-то еще о расширении бизнеса спокойно себе работал и работал да вообще да с точки зрения жизни вот твоего дня как он вот складывается что изменилось да прости я вот просто я смотрю на тебя да ты выглядишь действительно очень таким вот ну таким упорядоченным ровным очень человеком да аж бесит хочется аж хочется кинуть чем-нибудь но при этом ты ведешь собственный бизнес а это такая непредсказуемая материя у тебя ненормированный рабочий день у тебя нервная система расшатывается у тебя могут быть действительно эмоциональные какие-то выплески там неудачи взлеты падения вот это что бизнес принес в твою личную жизнь ну конечно занимаясь бизнесом плаваешь в море неопределенности это естественно да но но это не комфортное состояние или ты к нему привык да я привык уже к этому состоянию ну он это состояние дает какую-то свободу дает там свободного выбора свободного направления какие-то если есть успехи они определенно есть то получаешь удовлетворение от того что ты делаешь ну скажи лучше вот твоя жизнь как-то реально изменилась нет вот с бизнесом вот не было бизнеса и стал он ну да определенно больше уверенности в себе стало ну то есть конечно могу себе больше позволить там отдохнуть ездить какие-то рестораны там одежды и так далее наконец то ну образ жизни и определенно поменялся ну а вот интересно когда ты работал и над тобой был начальник перед которым надо было отчитываться и сейчас когда ты сам себе начальник степень ответственности для тебя лично где больше конечно сейчас собственном бизнесе естественно ну и что это и что это радость что ли что на тебя такой груз свалился и ты вот и несешь это бремя теперь эту ответственность за все отвечаешь сам ну это приносит удовольствие потому что то дело за которое отвечаю ну то есть как бы зависит от меня и если в этом деле есть какие-то успехи то это очень приятно а скажи пожалуйста вот твои о деньгах мы сейчас еще поговорим это наша классическая рубрика твои планы какие-то на будущее твои достижения ведь я уверен что ты не мыслишь через десять лет увидеть то же самое из своего бизнеса во всяком случае я в тебе жутко разочаруюсь если так будет конечно ну в планах это розничная сеть это шантаж михаил хороший способ кстати это один из методов на самом деле бизнес молодости унижение вдохновение собственно это то на чем строится мбм да 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 слабоумие отвага это что я люблю так и розничная сеть да это свое производство очень хочется наводить его какие-то фан мероприятия ну с участием нашей продукции так скажем ты сейчас себя видишь именно в этой нише или предполагаешь что как-то развитиешься думаю что будет какие-то развитием там уход от темы и так далее это все это все будет я придумала вам идею мне кажется хорошую ты вот скажи это хорошая идея или нет да вы можете же среди своих покупателей устраивать какой-нибудь фестиваль или какую-нибудь тусу выездную там раз в год как флюктак да 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 типа чей самолетик дальше улетит может быть какие-то подарки им даже дарить или чей самолетик врежется в стену быстрее ну а как это вот кстати это важно для бизнеса для бизнесмена поддерживать отношения какие-то чуть более глубокие чем просто купил продал со своими клиентами да 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 я так понимаю вы пока такого не делаете пока нет на самом деле и оно и понятно потому что бизнес является проекцией личности вот очень часто тусовщики они по любому из бизнеса своего даже сделают тусовку это факт поэтому паша вам на самом деле этого не хватает вот эта социальная динамика которая может возникнуть когда делать покатушки какие-то гонки школу да вот этих радиоуправляемых моделей она на самом деле будет детский клуб клиентов и всего клуб да там клуб авиаторов клуб ну и форум местный да вокруг собственного же бизнеса поэтому однозначно нужно строить какую-то социальную историю однозначно клиент не должен сиротливо оставаться со своей радиоуправляемой моделью в стороне он должен приходить снова и снова я правильно понимаю конечно конечно он должен учиться он должен соревноваться он должен тюнинговать он должен выезжать на всякие как эти автомобилисты выезжают себя показать и на других посмотреть то есть это однозначно должно быть там должен быть самый главный байкер какой-нибудь самый главный радиоуправляет авторитет какой-нибудь бородой ну который управляет лучше всех а как этому этому можно научиться вот ну ты говоришь это проекция действительно ну вот мы видим что паша он такой вещь в себе да надо привлечь тусовщика то есть надо вот в его такой алхимический котел который называется его бизнес нужно добавить как-то морковки вот вот эта морковка это будет человек тусовщик то есть в принципе тусовая такая личность которая привыкла со всеми общаться это кто это маркетолог это пиарщик кто этот человек кто угодный менеджер просто проектный менеджер то есть ну человек вот с такой вот природой Он будет создавать какие-то веселые идеи праздничные. Человек в праздник вам нужен. Думаю, будет. А с другой стороны, это же страшно взять и пустить еще одного человека в свой бизнес. Нет, это в качестве сотрудника достаточно будет. В качестве нанятого работника. Не обязательно надо партнерам. А это опять к вопросу делегирования полномочий. У него же есть сотрудники, с этим он справился. Но здесь же глубже. Здесь человек, который влюбается в идеологию твоего бизнеса. Или я копаю слишком глубоко. Мы ответим на этот вопрос после новостей. В студии я. Тут Ларсен и сооснователь проекта «Бизнес молодость» Михаил Дашкиев. Вы выпускник этого замечательного проекта. Член сообщества. Бизнесмен, руководитель компании по продаже радиоуправляемых моделей. Павел Тройников. 6510996. Наш московский телефон. Код 495. Финам.фм сайт. Заходите на страничку программы в доле. Как обычно, в этой части нашего разговора мы всегда задаем неприличные вопросы. Неприятные вопросы. Почему приятные? Просто как-то не принято обсуждать доходы и на что люди тратят деньги. Но нам важно в этой программе это знать. На самом деле это не просто какое-то любопытство, хотя это любопытство, безусловно. Вопрос личных денег — это один из самых первых вопросов, которые мы лично у себя поднимаем в проекте. Потому что деньги и то, что на них можно купить, являются причинами для наших действий. Вот много говорят, я хочу поднять Россию там или что-то такое, или я хочу вложить обратно. Но внутри нас сидит зверь, которого не обманешь. Он либо дает вам энергию прямо здесь сейчас, чтобы пахать, например, как сумочка какая-нибудь или туфли для девочки, ради которой она готова гору свернуть. Либо не дает. Когда мы говорим, откладывай по 10% плюс 5%, через 3 года накопится нужная сумма, дисконтированный денежный поток составит. А как же Россия? А Россия потом. Когда на самом деле ты встал на ноги сам. Вот у нас такой принцип есть. Встань на ноги сам, удовлетвори свои базовые потребности, кушай в ресторанах, одевайся хорошо, езди на хороших машинах. Как только это ты сделаешь, у тебя откроется, как ни странно, реально откроется новая потребность, на которую ты способен повлиять. Это твои близкие люди, твои родители, твои друзья, возможно, твои дети. Ну, дети, они и так, как бы, я понимаю, это не то, что дети. Подождите, у меня машина. По спирали, в общем. Да, да, да. А потом открываются дальше сотрудники, потом уже и вся Россия. Когда ты способен, а не когда ты способен писать в блогах, как у нас в России, и все плохо. Ну, это действительно наше любимое занятие, не зная, как сделать счастливым себя, пытаться сделать счастливыми всех окружающих. Паш, ты близок уже к этому знанию. Зачем тебе деньги? Деньги для меня, прежде всего, способность. Сколько ты тратишься на себя, давай так. Сколько ты умудряешься потратить на себя в месяц? 150-200. 150-200? Да. А, то есть ты в кубышку откладываешь что-то другое? Вот у тебя 300, ты сказал, было. Ну, что-то там, что-то еще в бизнес, в оборот, что-то, да. На какие-то большие цели. Ну, 150-200 это не такие уж и большие деньги, но тем не менее, скажи, что они тебе позволяют толково, что раньше у тебя не было? Ну, там, банально, раньше я не думал, там, сходить просто в ресторан на обед, в хороший ресторан. Там, какая-то одежда, которая мне нравится действительно, на которую я уже там не могу, могу не смотреть на сценники. Отдых. Вот, недавно ездили в горы, взяли там снегоходы, просто на горах покатались. Куда в горы ездили? Горы Эльбрус. Эльбрус? Да, там почти что на самый пик поднимались на снегоходах, было очень здорово, конечно. На самый пик на снегоходах? Ну, ладно, извините, просто сложно представить. Что, там так красиво, это даже без сажения. Это вы там со своими альпами. Да, я понял, я... Ничего не знаете про наш Эльбрус. Я по речке, по речке, по Гристина, как шаги, да. Так, ну, то есть можно путешествовать, куда хочу. Да, да, вот скоро этим летом еду в Америку, то есть вот с общественным боем как раз, значит, мы берем там машины, такие крутые комары с открытым верхом, и просто с одной части континента на другой едем на машинах. Потрясающе. В неделе поедем на машинах, да, это будет очень круто. А чего, на что из таких вот материальных мечет пока не хватает? И что хочешь, вот что тебя реально жгет? Жгет машина, квартира. Машина? Я практически заставляю покупать машину, но ты вот что не купил, а если не купил, то какую купишь и когда? Почему ты заставляешь покупать машину? Почему? Как сказал наш один студент, у каждого мужчины должен быть хороший конь. Он... Это его зовут Алмаз, возможно, он еще придет к нам в студию. Он татарин, мусульманин такой. Живет в Казани. Очень правильный мусульманин, да. И мы говорили, надо купить машину. А это реально то, что зажигает, это то, что создает фундамент, когда ты ездишь на хорошей машине. Ну, тебе приятно. Ну, и тем более, если ты еще, скажем так, пацан. И он... Это что-то первобытное. Он говорит, Миша, я нашел оправдание. Нашел оправдание, а он купил белый Мерседес ГЛК. Ну, такой красивый. А раньше ездил на 14-й. Ничего себе, скачок. Это в смысле Лада. Да-да-да, я понимаю. Ну да, скачок неплохой. И он говорит, Миша, я нашел оправдание. В Коране написано, у каждого хорошего мужчины должен быть хороший конь. Тем самым он оправдал. Так вот, машину хочешь? Да. Радиоуправляемую? Их у меня уже есть. И очень много. Так какую же машину и когда? Давай, может, публичное обещание поставишь? Я просто скажу свои планы. Будет BMW 5-й серии. Будет к осени этого года. К осени этого года. Прекрасно. Неплохая машина для 25 лет. А скажи, пожалуйста, вот это публичное обещание. Это же тоже что-то из терминологии? Да, потому что все в итоге будут ему говорить, которые прослушат эту передачу. Ну и где твоя BMW 5-й серии? Потом скажут, ну как машина там твоя поживает? Ну как твоя BMW? И мама скажет, ну что, сынок, как BMW продвигается? И на самом деле будет настолько стыдно, что проще будет купить. И машина будет. Ну подожди, ну это тоже как-то так. А если нет? Ну вот у нас 150-200 тысяч в месяц. Это хорошие деньги, но BMW стоит в 100 раз больше. Ну, во-первых, не в 100 раз больше. Ну ладно, в 10. А именно поэтому это и будет причиной удвоиться или утроиться. То есть ты покупаешь дорогую вещь, чтобы ее обслуживать потом? Да, да. Мы сейчас поставили себе декларацию, я не побоюсь этого слова. Все слушатели могут зайти на наш сайт, наблюдать. Мы себе решили за 5 месяцев купить Rolls-Royce Phantom. Один на всех? На одного. Ну, нашему партнеру. На самом деле я не скажу, что прямо мы так отчаянно нуждаемся в этом Rolls-Royce Phantom. Но это 25 миллионов. Это без ущерба для компании, не вынимая все деньги, не вынимая ничего. Хорошая машина, на самом деле, ну прям такая космическая, очень интересная, зажигающая. Когда мы общались с партнером, мы сказали, а когда? В 50 лет, что ли, его покупать? Может, лучше вертолет покупали? Да, не знаем, что с ним делать пока. Для этого нам надо утроиться, утроиться за 5 месяцев. И на самом деле, вы думаете, почему Павел не зарабатывает миллион? Почему? Потому что у него нет дорогой машины. Потому что рынок не такой. А потому что причины достойной нет. Причины нет достойной. Была бы достойная причина, давно бы зарабатывал. Ну, подожди. То есть ты сначала создаешь себе такой геморрой. Да. В виде этой самой дорогостоящей причины. А потом ты начинаешь ее обслуживать. Верно. Ты включаешься в историю, жгешь мосты за собой. Ну, как вот, например, то же самое. Ладно себе. Паша, рекомендация. Попробуй купить машину. Сожги мосты всем вокруг. Нет, ну я имею в виду. Ты жжешь мосты за собой. Что это значит? Ты себя погружаешь в такую ситуацию, когда не сделать результат ты не можешь. Ну, например, вот я тоже самое. Я подписал договор там на дом родителям. И когда я понял, что я ввязался в историю, когда мне минимум там надо несколько миллионов в месяц отдавать туда, я понял, что отказаться, свернуть, списать все на какие-то внешние обстоятельства я уже не могу. У меня вариантов нет. Ну, и я нахожу вариант. Паша, ты понимаешь, да, сейчас, что с тобой происходит? Абсолютно. Что Михаил Дашкиев просто... Это уже давно происходит. В прямом эфире на миллионную аудиторию просто распял вообще все. Сжег все мосты. Как ощущения? Я, на самом деле, уже был готов к этому, потому что это происходит уже достаточно давно. Ну, то есть уже на бизнес молодости. Мы через все это проходили. Скажи, пожалуйста, что можешь пожелать нашим слушателям? Что можешь пожелать, как сказать, людям, которые тоже хотят сделать свой бизнес? Подожди, вот прям минутку насчет сжигания мостов. Меня эта тема задела за живое. Потому что сегодня бабушка, бабушка моя вчера смотрела, значит, нас, мы были в Вечернем Урганте, хоронили МТВ. И я сказала, что, в принципе, этот труп уже давно плохо пах, и, в общем, последние несколько лет уже давно нуждался в захоронении. Бабушка мне сказала, нельзя плевать в свое прошлое. Ты не права была. Хотя, вроде бы, казалось, ну, это уже не мое было прошлое, эти три года без меня на МТВ. И, тем не менее, а ты говоришь, сжигайте мосты. Сжигайте мосты, это не означает, плюйте в свое прошлое. Ну, отвергайте его. Я, например, был там волосатый, там, с серьгой. Я горжусь этим. Но сжигая мосты, я говорю, поставьте себя в такую ситуацию, когда вы не сможете отступать. Когда вы не сможете отказаться. Это же притча еще древнекитайская, когда, даже не притча, это, по-моему, исторический факт, когда высаживались несколько раз на берег войск и не могли взять крепость. В итоге очередной раз полководец взял и сжег все корабли. И в итоге солдатам некуда было отступать. Они взяли крепость. Ну, в бизнесе так. Когда ты можешь делать, когда можешь не делать, ты не делаешь, когда ты не делать не можешь. Ну, тебе что-то грозит. Ну, в данном случае позор. Да, ну, слушай, ну, это же, вот у некоторых людей есть эта безбашенность в характере. А-а-а, с шашкой на голову. А некоторые люди, вроде меня, очень такие, может быть, ну, трусливые и рефлексирующие. И всегда одной ногой держат дверь приоткрытой, знаешь. С шаг сделали, а второй ногой дверь придержат, чтобы не захлопнулась. Нет? Я молчу. То есть, человека с любым характером нужно повергнуть в это? Не нужно повергнуть, ему самому нужно решить, нужно ли ему это или нет. Тогда, Паш, что пожелаешь тем людям, которые держат еще одну ногой дверь, чтобы не захлопнулась за ними? Ну, прежде всего, ничего не бояться. В будущем. Действительно, нужно решить, зачем это тебе нужно. И найти в себе то, что тебя будет зажигать изнутри, что тебя будет вести по жизни и в твоем деле. Ну, и не дерзать, и идти вперед, ничего не бояться. Что тебя зажигает изнутри? Что тебя жжет? Кстати, у тебя есть какие-то реальные цели, которые выходят за рамки машин, квартир, домов, одежды? Да, конечно. Ну, там, я хочу обеспечить полностью родителей, чтобы, там, все их мечты, так сказать, осуществить. Вот, ну, свое близкое окружение тоже сделать независимым, ну, в финансовом плане, по крайней мере. Так, а есть ли цели, которые выходят даже за рамки близкого окружения? Да, ну, это... Секрет. Ну, то, что не секрет, пока это, так сказать, не очерчено четко, но... Хотя бы область. Миссию свою найти, точно сформулировать и достичь и сделать. Я считаю, что надо сделать, как минимум, для начала миссии популяризацию вот этого прекрасного спорта радиопроверных моделей в стране. Потому что это отличное времяпрепровождение, отличный досуг для семейного отдыха, для родителей с детьми, объединяющий пап с сыновьями и так далее. Ну, это моя такая журналистская точка зрения. Спасибо вам огромное. У нас какой-то сегодня получился удивительно философский разговор вдоль и на финансе. Михаил Дашкиев, Павел Тронников, тут Ларсин. Всем хорошего дня.